Мокрый асфальт, лужи и грязь. Не испачкав обувь и не намочив ноги местным жителям, дорогу просто не перейти. Обычно такую картину в Акермане можно увидеть во время или после дождя. Сегодня утром осадков не ожидалось, однако центр города практически залило водой. Сегодня получился порыв на улице Измаильской. Тут проходит чугунная труба диаметром 110. В 8 утра мы на диспетчерскую службу получили сообщение о том, что случилась аварийная ситуация. Как вы видите, уже через полтора часа бригады находились здесь. Находится дежурная машина, эскаватор и бочка для того, чтобы откаживать воду. Перекрыли подачу воды с одной станции Северного. В данный момент рабочие ждут приезда ресовцев, для того, чтобы они могли прозвонить свои электрические кабеля, чтобы можно было дальше продолжать ремонтные работы. Подобные прорывы в Акермане случаются практически ежедневно, рассказывает Олег Исламгалеев. В городе проложено более 150 километров водопроводных и более 80 канализационных сетей. Большинство труб много лет не меняли, а сроки эксплуатации постепенно уходят на нет. Поэтому все они нуждаются в срочной замене. Но пока денег на это не поступает, сотрудники водоканала вынуждены все чаще устранять поломки. Проблема с порывами связана опять же со старыми трубами, которые находятся сегодня в большом количестве в городе Белгород-Днестровске. Сегодня это порыв не единый. Сегодня у нас около четырех порывов на сегодняшний день. Связано опять же со старыми трубами. Это трубы стальные, это трубы полиэтиленовые, которые были поставлены в начале 2000-х годов, которые качество как бы не очень. Вот сегодня практически одна единственная бригада, которая занимается обслуживанием ремонта аварийных работ. Вот ей сегодня нужно эти все работы сделать за целый день, для того, чтобы нормализовать работу города водоснабжением. Как рассказывает чиновник, на предприятии не хватает ни машин, ни сотрудников. Стоит также отметить, в каком виде ремонтники ведут работы. Из-за отсутствия средств закупить для них необходимую по всем нормам форму одежды КП Белгород-Днестровск водоканал не может. Но вернемся к порыву на Измаильской. В течение часа поток воды устранили. На очереди замена трубы. Будет вырезан диаметр трубы, который поврежден и будет вставлена гильза для того, чтобы можно было возновить. После того, как это все засыпят, мы ее полностью сравняем, сделаем. И после этого занимается благоустрие уже, соответственно, для того, чтобы восстановить дорожное покрытие в полном объеме. Как рассказывает Олег Геннадьевич, буквально через пару часов после того, как мастера приступили к ремонту, у пользователей станции Северной вновь появилась вода в кранах. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бисарабия ТВ.